Сегодняшняя лекция посвящена основным функциям журналистики. В телевизионной журналистике есть, как я вам говорил, что и так очевидно, часть журналистики вообще, и поэтому никакими специфическими функциями телевизионная журналистика не обладает. Все то, что я сегодня скажу, касается ее непосредственно. Нашему сегодняшнему разговору соответствует в учебнике, в курсе лекций, о котором я вам говорил. Четвертая лекция, она еще называется «Общая теория современной журналистики. Главные и дополнительные функции журналистики». Это полное название этой лекции. Вообще теории журналистики существует довольно много. На мой взгляд, теория журналистики как главный институт свободы слова и свободы печати. Существуют классовые теории журналистики. В первую очередь, эта теория отрабатывалась коммунистическими идеологами, в свое время Карлом Марксом, потом Лениным. Существует теория журналистики или концепция журналистики как четвертой власти. Об этом мы тоже, в том числе и сегодня, немного поговорим или много. Посмотрим, как пойдет разговор. Ну и разные другие. На мой взгляд, все это достаточно спекулятивная теория. Не в том смысле, что они специально придумывались для того, чтобы что-то оправдать или чтобы что-то обосновать. Просто в ходе деятельности этого журналистского цеха, а точнее говоря, всех средств массовой информации, где в повседневной жизни очень тяжело отделить собственную журналистику от нежурналистику. Я вам об этом уже говорил, кажется, должен был говорить, но и о примере, собственно, телевидения, которое вас больше всего интересует. Есть чисто журналистские передачи, в них программы, где очевидно присутствует журналистика. Есть точно не журналистские передачи, а есть передачи, очень популярные сегодня. Очень популярные сегодня, их очень много, в которых журналистка присутствует в качестве подсобного материала или размазана в чем-то ином, или не журналисты пользуются журналистскими методами в ходе всяких развлекательных ток-шоу, развлекательных программ или медицинских программ, там, не обязательно развлекательных, в смысле смеха, умного или идиотского, ну, каких-то более серьезных вещей. Но нельзя ничего не изучить, если ты его не берешь в неком чистом виде. Поэтому мы говорим о журналистике как таковой, во всем ее присутствии в современных сердцем массовой информации, не отвлекаясь пока на то, где она взаимодействует с другими проявлениями такой публичной человеческой активности, либо где используются ее методы. Так вот, все эти теории журналистские или теории средств массовой информации, они ухватывают в зависимости от накопившихся фактов, каких-то новых. Чаще всего это связано с технологиями, новыми появившимися, которые, напоминаю, ни журналисты придумывают, ни гусиного пера, ни шариковые ручки, ни диктофона, ни видеокамеры. Журналисты не придумали, не изобрели они. Чем занимались, тем и занимаются. Просто инструментарий, не ими придуманный, меняется. Появляются какие-то новые факты, факторы, факты. Они накапливаются, и возникает желание, естественно, вполне объяснить их или их совокупность. И в этом смысле, как-то иначе, подойти к тому институту, который уже несколько веков присутствует в любом человеческом обществе, который более-менее активно себя проявляет в любой стране. Институт журналистики. Но, на мой взгляд, все эти теории есть трансформация или интерпретация одного и того же. И вот, как мне кажется, сегодняшний разговор об этих основных главных функциях журналистики и дополнительных, он, в принципе, покрывает собой всю эту систему устаревших и современных теорий средств массовой информации. Ну и самые внимательные из вас по ходу разговора сегодняшнего, если они знакомы с какой-то еще литературой на этот счет, не смогут этого не заметить. Это сегодняшний разговор, такой очень фундаментальный по своему содержанию, потому что, в принципе, вот из этой главы, из этого разговора все остальное вырастает естественным путем. Из него можно раскрутить, из этой главы можно раскрутить всю остальную книгу. Эта глава, эта лекция, конспект всей остальной книги в сжатом виде, изложенное ее содержание. Я специально этот курс поставил для самых младших наших студентов, для первокурсников, для вчерашних школьников. Можно было поставить и на второй год обучения, и на третий. По пленой логике это должен быть завершающий курс после того, как изучили все остальное. Но, мне кажется, принципиально важным, чтобы вы, несмотря на вашу молодость еще, и такой несколько школьный, школярский подход к образованию вообще и к жизни в частности, наоборот, к жизни вообще и к образованию, к получению знаний в частности, важно, чтобы вы сейчас получили вот эти основы, они в вас легли, пусть в некоторые головы до поры до времени таким мертвым грузом, потом все это актуализируется. В общем-то, нужно, конечно, начинать с обобщений, при серьезном изучении чего-то фактура будет обогащать эти общие, и, как правило, правильные догматы. Идеальный вариант, если бы в конце обучения вы еще раз прочитали эту книгу, или, по крайней мере, пролистали ее, тогда вы точно увидите, как много здесь ценного. Не потому, что я написал эту книгу, я вам сейчас читаю эти лекции, просто здесь действительно собрано все главное, на мой взгляд, что можно и должен сказать о журналистике, но достаточный объем фактуры, знаний конкретных, эмпирического опыта вы еще не обогащены, и когда вы это получите, даже во время обучения у нас на факультете, вы увидите, как много правильных вещей я попытался в вашем сознании зафиксировать на этом первом году вашего обучения. Так вот, да, и напоминаю о том, о чем говорил, я не читаю свои лекции абсолютно по этому учебнику, по тексту той или иной лекции. Я говорю тезисно, устные выступления от письменной, тексты всегда отличаются, иногда под впечатлением последних событий, обязательно после, для серьезных студентов, для несерьезных ничего нет обязательного, естественно, обязательно нужно после этой или иной другой лекции прочитать, собственно, письменный текст, вот тогда все уложится в голове и максимально в вашей памяти останется. О чем мы говорили на нашей первой лекции, не напоминаю, а просто зафиксирую, о том, что журналистика простая профессия, но является очень важной для общества, для человечества с процессом глобализации, с началом процесса глобализации, совершенно очевидно, что не только для отдельных обществ, но для человечества вообще. Да, следующее, о чем мы говорили, что, собственно, функцию журналиста может исполнять любой человек. Никаких особых специальных навыков для этого не нужно, во всяком случае, для определенного типа людей, которые вот такими родители, такими их воспитала семья, школа и родители, двор, улицы, а сейчас и телевизор еще, а сейчас еще и интернет, вот в совокупности все эти институты, многие могут прекрасно работать журналистами, без всяких дипломов, нигде не обучаясь. Но это в любой профессии, во всяком случае, те, которые относятся вот к сфере гуманитарной деятельности человека, человечества, к публичным проявлениям, в любой профессии. Есть артисты, которые ни в каких театральных училищах не учились, и очень известные артисты, тем не менее, хороши сами по себе, являются настоящими, анимефическими звездами, и даже их называют гениальными артистами. Но то, что так существует в жизни, не отменяет вообще систему образования и необходимость подготовки себя к той одной профессии, особенно если у тебя нет полной уверенности, что ты природой создан так, что можешь и без всяких университетов этим заниматься. Плюс изучение вот этого профессионального инструментария, закономерности той или иной профессиональной деятельности, оно в любом случае позволяет даже талантливому априори или от природы талантливому человеку уметь еще больше, чем он бы умел, не овладев этим. Но вот журналистика как раз в этом смысле, я вам приводил сравнение очевидное с с теми, кого мы называем в жизни сплетниками, вот она максимально приближена к жизни, потому что действительно сплетник, естественный человеческий тип, дай ему видеокамеру, микрофон, он вполне может работать по наитию, как по крайней мере средние руки журналиста. Однако, почему все-таки этот институт и этим сплетникам, пусть с диплом, почему общество доверяет? Это же не случайно так. Значит, общество испытывает необходимость в этом институте, и причем очень большую необходимость в этом институте, иначе бы он не родился, иначе бы он не вырос в такую гигантскую корпорацию, которая строго называется не журналистика, а средство массовой информации, и почему эта корпорация под названием средства массовой информации многими, и тоже не без оснований, даже подчисляется, например, к этой четвертой ветве власти. То есть, первое, как вам, я надеюсь, уже известно, это власть законодательная, чаще всего представленная парламентами, исполнительная, чаще всего представленная правительствами, и судебная, понятная, дело кем представленное. Баланс этих ветвей власти создает, вроде, ту объективную, необходимую среду для проведения наиболее эффективной политики в пользу всего общества, а не только отдельных групп внутри этого общества. И вдруг, сбоку возникает четвертая власть, причем законодательная, исполнительная, судебная власть существует испокон веков, с тех пор, по крайней мере, и как возникло государство, даже не в современном его понимании, а журналистское институт, он возник гораздо позже, как я вам говорил, от того, что в древние, античные века, в средневековье существовали всякие гонцы, глашатые, существовали там зачатки спецслужб, которые передавали информацию для своих руководителей, руководителей, правителей, то есть, тоже некий прообраз журналистики, это еще не значит, что был сам институт журналистики. Вот. То есть, есть, безусловно, те функции, которые этот институт призван в интересах общества, причем в интересах, не знаешь, во благо, в интересах, это не обязательно во благо, интересы общества могут трактоваться гораздо более спокойно и нейтрально, в интересах общества исполняет, иначе бы он не возник. Если существует корпорация медиков, врачей, хотя многие люди, заболевая, выздоравливают и сами, хотя есть всякие знахари, которые без всяких медицинских знаний, как они утверждают, и есть некие подтверждения, тоже могут кого-то вылечить, хотя каждый из нас до сих пор знает, что в случае некоторых болезней простуды, прочего, достаточно понять стакан горячего молока или молока с медом, или с чем-то еще, или с коньяком, или с перцем, ну там есть разные варианты, и вот, что выздоровление наступит, все-таки корпорации медиков, институт медицины, как науки, и как в сегодняшних условиях уже, можно сказать, производство существует, возник, существует, вот сплетники, да, гонцы, да, передача информации из уста в уста, а по-прежнему все это существует, но возникла и корпорация средств массовой информации журналистов. Бесспорно, я выделяю пять основных или главных функций журналистики, они здесь перечислены в учебнике, естественно, и две дополнительных, о дополнительных мы еще поговорим сегодня отдельно, но начнем с этих основных, они есть основные, поэтому о них первый разговор. Инструментарий журналистики, о чем мы будем говорить в дальнейшем с вами, например, жанры, он используется разными журналистами по-разному. Если такой известный с бойким пером или бойким языком уже известный журналист, то в принципе в каком жанре ты выступаешь, делаешь свои видеосюжеты, никого не волнует. Это к новичку, которым не все владеют, у которого нет имени, могут призраться. Ты сделал репортаж не так, как полагается, ты взял интервью, задав не те вопросы, которые рекомендуют, а учебники, психологи, которые принято задавать в формате нашего телеканала. Но если ты делаешь что-либо интересное лучше других, то и это воспринимается так публикой, то к тебе не будут приставать с этими претензиями, что ты не так держишь микрофон, я туда петличку прикрепил и не так навел объектив. Следно, можно успешно пользоваться инструментарием журналистики, можно менее успешно пользоваться, в определенных случаях вообще можно не пользоваться. Если ты взял абсолютно эксклюзивное интервью у человека, одно время таким человеком был Бен Ладен, которого вроде бы несколько месяцев назад американцы убили, а тело его утопили. Или реально это произошло? Уже никто разобраться не может. Такова сегодня журналистка, о чем тоже поговорим. Вот если этого Бен Ладена взял интервью, ну ни один редактор не будет подираться, хорошо ли ты выставил свет, те ли ты задавал вопросы, это настолько эксклюзивная вещь, была бы, что все это отходит в сторону. То есть есть вещи, которыми даже в профессии можно пренебречь, а вот есть то, чем нельзя пренебречь. хороший ты журналист или плохой, талантливый или бездарный, популярный или никому неизвестный, авторитетный, влиятельный или твое мнение никого не интересует, ну делаешь хорошие репортажи и делай. Но все равно выполняя, работая в этой профессии, ты не можешь этим пренебречь. Вот это то, что в основе любой профессии, в том случае в основе журналистики. Это конечно общественное предназначение этой профессии, функции в данном случае функции этой самой журналистики, точнее говоря вообще с всех средств массовой информации в первую журналистском их содержании, но для простоты будем говорить и в первую очередь для функции для журналистики. Первая функция конечно информационная. Не родился бы этот институт, не выстроилось бы все его здания, если бы человечеству обществу не понадобилось исполнение именно этой функции, не понадобились люди, которые эту функцию исполняют, и соответственно трибуны, каналы, по которым эта информация, сам по себе журналист, это некий человек, он же не может бегать от читателя к читателю и рассказывать каждому, что произошло. Соответственно должна быть некая трибуна с усилением, поднявшись на которую ты можешь передать эту информацию многим, тому, что называется аудитория. Родилось это все прагматическое как потребность в получении и соответственно передачи прагматической потребности в торговой, такой деловой информации, бизнес-информации, как ее сейчас бы назвали. С этого родилась журналистика и сейчас это же целый гигантский отряд экономической или бизнес-журналистики, имеющей свои каналы, свои отдельные средства массовой информации, которые вообще там почти ничем другим не занимаются. Кроме того, что этих самых бизнесменов по определению интересует, как им кажется. Это соответственно рестораны, выставки, спорт, дорогие покупки, недвижимость и прочее нарастают на этом. Но понятное дело, что общественный интерес шире вот этой прагматики экономической и как только этот институт возник, то сразу все, что тоже требовалось знать об окружающем мире, стало по каналам этого института поступать первоначально через газеты, потом возникли телеграфные агентства, потом возникла параллельно возникла фотография, практически параллельно возникла фотография, но потом, когда оказалось возможным фотографию передавать не в виде какого-то отпечатков, как раньше печатались иллюстрации в книгах, а потом в журналах ежемесячных и в альманахах передавать информацию по техническим каналам, она тоже пришла в журналистику как таковой, потом возникло радио, телевидение, ну и то, что сейчас в виде сетевых средств массовой информации, о чем у нас тоже когда-нибудь будет подробный большой разговор. Итак, информационные функции, я ее называю, во-первых, она первая, в числе этих пяти, вот остальные можно менять местами, а вот эту нужно всегда называть первой, просто потому что она реально первая. Я ее называю первородной, понятно, раз она первая, или генетической, потому что в ней закодировано все то, что дальше разовьется вот в этот гигантский и довольно многообразный институт журналистики. С этой функцией все понятно, стоит еще только добавить, почему она еще главная, первая, первородная, она институциональная функция журналистики, главная функция журналистики как института. Если эту функцию журналистики вынуть, то не будет журналистики. Мы поговорим сегодня, еще успеем немного, а вот этой дополнительной седьмой функции журналистики, развлекательной, некоторые утверждают, что она уже входит в число основных или даже одна из трех основных, об этом поговорим. Но развлекать вас могут и другие институты общества, можете пойти в театр, в цирк, в кино, на площадь, где есть какие-то артисты, ну масса еще, дискотека, вас там ни о чем не информируют, развлечения присутствуют. В соответствии с журналистикой, вы развлекательную функцию, журналистик останется. Или воспитание, социализация, сейчас об этом поговорим, и по ходу вот этого разговора о социализирующей функции журналистики вы сразу поймете, это тоже все достаточно очевидно. В журналистике, как науке, вернее, такой наукообразном неком концепте, все построено в основном на уровне здравого смысла. Понятно, это всеохватывающая профессия, поэтому она не может быть иначе построена. Это ядерная физика, построена эзотерически, то, что на широкую публику работает, так не может быть построено. Так вот, воспитательные функции присутствуют у целого ряда институтов, и журналистика эту воспитательную функцию подхватила гораздо позже, чем она, собственно, возникла. Вынуть воспитательную функцию из журналистики, институт журналистики все равно останется. Хотя, повторяю, сейчас, на мой взгляд, вот эта воспитательная функция, точнее говоря, функция социализации является одной из основных. И понятно, почему мы сейчас до этого дойдем. А вот вынуть информационную функцию из института журналистики этого института не будет. Все остальные функции, значимые для общества, и отправляли до появления журналистики другие социальные институты. И сейчас конкурирует журналистика или параллельно, соответственно, информация продолжает отправлять. А информационно основные знания о мире... Что с этим третьим курсом... Основные знания о мире абсолютное большинство населения земного шара получает через средства массовой информации. Точные признания или не точные. Знание ли это вообще, или это замена знаний чем-то мифическим. Это не важно. Только из средств массовой информации. Даже специалисты, узкие направленные специалисты, частые журналистики, ну, во всяком случае, как первая новость, получают информацию о том, что в сфере их науки случилось. Они бы и так об этом узнали. Когда будет написана соответствующая статья, опубликованная в соответствующем журнале научном, этот журнал дойдет до них до... Ну, сейчас существует интернет, это все ускорилось в виде некого печатного текста. Он бы со мной об этом узнал. Но есть журналисты, которые с определенного времени сидят и при научных учреждениях. Вот самые горячие, сенсационные, как им кажется, свежие, оригинальные, новые. Выхватывают и раньше других сообщают всему обществу, в том числе даже и специалистам. Это нельзя отрицать. Вот, собственно, важность журналистики, вот эта вот институциональность, как в том-то и состоит, что основную сумму знаний, текущих знаний, не фундаментальных, а текущих знаний о мире мы получаем через средства массовой информации. Сегодня, в первую очередь, через телевидение, все последние десятилетия. Но вот проблемы взаимоотношения с сетью, с интернетом, об этом поговорим отдельно и в свое время. Функции объединения общества, ее научно можно назвать, вообще лучше говорить максимально русским языком, своими лексемами, но не всегда это удается. Особенно, когда хочешь придать научность или наукообразность тому, что ты говоришь, этим все страдают в сольной степени, употребляют и народные, и иностранные термины. Объединительные функции журналистики или коммуникативно-интеграционные по-научному, это вторая функция, из главных функций журналистики. Тут тоже, в общем-то, все просто, можно об этом говорить подробнее, в тексте лекции печатном есть на сей счет соответствующие рассуждения. Но, в общем, так или иначе, тайная общность людей, она скрепляется чем? Если вы живете в одном доме, если вы одна семья, вы просто знаете друг друга, но даже при этом между вами происходит постоянное общение, обмен информацией, кстати, на том языке, который всем вам понятен, этой семье понятен. Если семья двуязычная, и она использует там два, некоторые, даже три языка, но все равно эти языки должны быть в том или ином комплекте, понятны всем членам семьи, иначе семья начнет распадаться как единое целое. Если вы живете в одном доме, там многоэтажном, уже вы не знаете всех, кто там живет, но вас тоже что-то объединяет, сейчас не буду говорить, что. А если вас... И раньше жизнь, в общем-то, и была по городам, довольно небольшим в сравнении с современными. В промежутке между ними монастыри скрепляли вот остальное пространство, как правило, монастыри скрепляли остальное пространство, но контакт между вот этими основными центрами цивилизации в той или иной стране тоже каким-то образом осуществлялся, безусловно, оно должно было осуществляться на понятном всем языке. Это, как правило, родной язык данного народа, данной нации, данной страны. В случае с Россией это русский язык. И соответствующая система передачи вот этой информации по этим... с помощью этого языка, по этим существующим на тот момент каналам. когда-то из устно и с помощью концов, потом с помощью газет, ну и всего остального, о чем мы уже говорили. Это важнейшая функция. Сейчас по поводу как раз этого, этой функции, средств массовой информации, института средств массовой информации идет принципиальная борьба, которая неизвестна, чем закончится, потому что замкнутых обществ уже нет. Более того, современные технологические системы, как известно, позволяют передавать информацию помимо границ и сверх границ. То есть, неважно, из добрых или из недобрых побуждений ты отгораживаешься границами, в том числе информационно. Сейчас этого сделать уже нельзя. Спутниковые телевидения, интернет, они преодолевают информацию, по ним проходящую, она преодолевает эти границы. И тут борются вот эти глобалистские процессы, кем-то управляемые по одной версии, никем не управляемые по другой версии, и процессы, интегрирующие, соединяющие данное общество. Мы исходим из того, что пока еще система стран, народов, живущих государств, отдельных территорий, она никем не отменена. И, в общем-то, несмотря на разговоры о том, как замечательно быть гражданином мира, как замечательно жить, где ты хочешь, все-таки абсолютное большинство людей почему-то выбирает не это. И никто еще не отменял национальных правительств, и никто еще не отказался от государственных границ, например, там, допустим, Северо-Союзом, в данном случае ничего не дает, потому что границы существуют, просто они вынесены по периметру этого межгосударственного объединения. А иногда актуализируются и внутренние границы, что мы видим в результате тех или иных политических, экономических или общественных коллизий. Здесь что важно понять? Можно не принимать эту позицию. Есть журналисты, называющие себя демократами, или чаще даже либералами, которые это отвергают. Это, можно сказать, ложное. Отвергать можно все, что угодно. В реальности ты просто служишь не своей общности, не тому гражданскому, национальному, в котором ты живешь, а какому-то другому, говоря, что ты просто гораздо свободнее, чем все остальные. Итак, общий язык, безусловно, общие и подчиненные данному субъекту в глобальной системе средств безопасности, чаще всего просто вооружений. Вот эта граница, которая все-таки еще очерчивает, что это здесь, а то, что за пределами ее, это нечто другое. Общая культура, общий менталитет, национальная психология, ну, на мой взгляд, еще общая система, национальная система образования, валюта, чаще всего, являются теми институтами, которые скрепляют единство этой нации, этой страны. Безусловно, на сегодняшний день журналистика является таким институтом. Она может и разрывать, но, в принципе, она работает как интеграционно-коммуникативная. Почему коммуникативная? Потому что интеграции как раз через обмен информацией происходит. Наша страна вообще очень специфична в этом смысле, потому что когда у нас в Москве день, то на Дальнем Востоке, как известно, ночь. Я надеюсь, вам это известно. То есть такая парадоксальная ситуация. Правительство, президент в Москве работают, а управляемыми людьми на Дальнем Востоке спят. Потом те люди просыпаются, идут на работу, а Медведев у Путин засыпает. Ну, что естественно, поскольку даже президент и премьер-министр это тоже физиологически такие же, как и мы с вами люди. Как так может быть? Вот в частности, потому что существует общая психология, традиции и вот эта самая журналистика. Коммуникационные системы, информационные системы работают безотносительно того, кто где спит. Не случайно программа «Время» выходит сначала на Дальний Восток, потом там на центр Сибири, потом Уральский регион и потом Москва. Четыре выпуска. Вот Путин и Медведев спят. А люди, которые делают программу «Время» не спят, они работают в это время. Не потому, что они такие выдающиеся с Путином или с Медведевым, потому что функция этого института такова. Конечно, и у Путина, и у Медведева, в данном случае, если мы говорим о президенте, есть постоянный полномочный представитель на Дальнем Востоке, который там сидит, работает, и он не спит. Он подменяет президента в этом регионе и бодрствует, поскольку весь регион бодрствует. А в журналистике это происходит постоянно. А ведь никто же не заставлял там. Вот это так действует. И так важнейшая функция. Поэтому, почему это важно? Потому что, если кто-то из вас считает, что не важно, что у нас за журналистика, на каком она языке, не важно, кому принадлежат основные средства массовой информации, гражданам России или каким-то международным корпорациям, то он выберет одну, во-первых, он выберет одно место работы, а не другое, а во-вторых, он выберет одну там линию профессионального поведения. А в ином случае, другое. Но для меня очевидно, по-моему, это вообще очевидно, что если ты стоишь за то, что не важно, кому принадлежат средства массовой информации в этой стране, они все равно кому-то принадлежат, и они не могут принадлежать неким абстрактным идеальным людям. Если они не принадлежат хорошим или плохим, но гражданам данной страны, значит, они принадлежат хорошим или плохим, но гражданам другой страны. Я утверждаю, что эта страна, этот народ через средства массовой информации, которые на территории его распространяются, и даже выходят на этом языке, вот этими буковками, все напечатано, этими словами все произойдет в эфире, они начинают разъединять, иногда специально разорвать, уничтожать самостоятельность, независимость этого общества. Это очень важная проблема, большой спор между журналистами, постоянно об этом ведется. Для меня здесь все однозначно. Без национальных средств массовой информации общество рассыпается быстрее, чем оно бы рассыпалось. В ином случае, страна распадется быстрее, не обязательно. Но есть все к этому предпосылки. И иногда это делается специально, именно через средства массовой информации, поскольку они как раз контролируются людьми, находящимися в других странах. Следующие функции, точнее говоря, тут нужно сразу говорить о двух функциях, они параллельно существуют. Фактически обе функции заложены во втором парадоксе журналистики, о котором я вам уже говорил, что через средства массовой информации общество влияет на власть, корректирует повеяние власти. И одновременно, через те же самые средства массовой информации, через тех же самых людей, через тех же самых журналистов, власть управляет обществом и даже манипулирует. Вот в функциональном смысле это две функции журналистские. Первая, если кому-то приятнее, демократическая, это как раз корректировка обществом через средства массовой информации поведение власти, политики власти, иногда даже кадрового состава власти. И совершенно одновременно, функции разные, выполняются одновременно и одними и теми же средствами массовой информации, и одними и теми же людьми. Иногда даже можно просто взять текст некого известного журналиста, даже известного, я уж не говорил о неизвестных, там это постоянно, и ты увидишь, вот сегодня он произнес нечто в эфире, это явно через него общество подает сигнал власти, «Мы тобой недовольны, мы хотим, чтобы ты поступала иначе», и этот же журналист на следующий день произносит текст, и ты абсолютно точно можешь сказать, что через этот текст власть говорит обществу, «Делай так, объясняя, не объясняя, иногда просто навязывая свою точку зрения, как императив посылает сигнал, обществу делает так». В предвыборных кампаниях это очень четко все проявляется. В этом смысле, кстати, внимательно следите за предвыборной кампанией, как она будет отражаться в средствах массовой информации, вот там в такие периоды всегда лучше видно, чем в более спокойные периоды, как функционеры, реально как функционеры журналисты, не в этих, не в идеальных описаниях, а как бы было бы хорошо, если бы все журналисты были честные, все политики были честные, все выборы были бы прозрачные, ну и так, и все бы пришли на выборы, все сто процентов, и как за кого бы они проголосовали. Это все замечательно, только в жизни не бывает, чтобы все политики были честные, чтобы все журналисты были честные, чтобы все выборы были прозрачные, и чтобы все сто процентов избирателей пришли на эти самые выборы. Такого не бывает никогда. Искажения есть всегда, другое дело, насколько они значительные. И так, ну то, что власть управляет вплоть до манипуляции общим, через средства массовой информации, это всем хорошо известно, русскую, российскую власть, в частности, за это много критикуют, но, уверяю вас, тем же самым занимаются все остальные власти во всех остальных странах, и в том числе и в тех, которые мы привыкли считать образцами демократии. В этой книге приводятся соответствующие примеры. В данной лекции книга написана в 2004 году, и напоминаю, с того момента еще много дополнительных ярких примеров было, добавилось в реальной жизни, и когда я, наконец, выпущу обновленное издание, то я то, что добавлю эти примеры более свежие. Ну вот, по последним событиям, если брать общество не как отдельные страны, хотя и это присутствует, вот эта Оливийская война, ну тут совершенно очевидно было, что как при сопротивлении во Франции, в Великобритании, во Франции особенно, как навязывалось общество, в том числе с помощью средств массовой информации, в том числе с помощью прямого искажения реальности, сокрытия фактов, как навязывалась тайная картинка этой самой войны в Ливии. Какие-то страны, бородатые люди на каких-то джипах, не закрытой, ни броней, ничем, с какими-то допотопными пулеметами, бух, начали захватывать города. Как это может быть? Ну, просто человек, который представляет современный танк, бронетранспортер, который видит американского, это же так часто показывается, американского солдата в полном вооружении. И вот эти американские солдаты в полном вооружении, прикрытые всюду-всюду, с электронными глазами, ушами, носами, и с автоматами, которые стреляют из-за угла, почему-то в десятый год не могут завоевать Афганистан, контроль над ним установить. А вдруг вот эти бородачи на этих тачанках джиповых целую страну завоевали. То есть в определенный момент просто перестали показывать, что всякому заходу этих тачанок в тот населенный пункт авиация НАТО, точнее говоря, Франция и Великобритания в первую очередь в тот момент просто бомбила, уничтожала там все, что было укреплено в этом населенном пункте. Часто неэффективно попадая в мирных граждан, о чем не говорили, говорили, что нет. Ну, это вы все, я надеюсь, за этим. Вообще следите за прессой, вы должны постоянно вот то, что вам рассказывается теоретически, вы должны проверять этой практикой, опять же, это же так легко. У нас не факультет физики, где для того, чтобы увидеть подтверждение слов лектора, нужно зайти в какую-то лабораторию, выключить свет, разогнать какую-нибудь элементарную частицу до скорости света, и только тогда возможно получить какой-то эффект. В нашем случае этого не нужно. Ты выслушал лекцию здесь, вечером пришел, включил телевизор, и вот у тебя инистративный материал, вот подтверждение, ну, или опровержение того, что тебе рассказывали. Просто это нужно всегда делать. вы должны обучаться смотреть телевизионные программы, читая газеты. Для этого их нужно как минимум смотреть и читать. Не лениться, не говорить, что мне это неинтересно. Нужно посмотреть неинтересную телевизионную передачу, чтобы понять, почему она вам неинтересна, что там не так сделано. И тогда вы сами сделаете интересную, если вы поймете. утром об этом рассказали теоретически, вечером вы за ужином не напрягаясь, практически проходите этот же материал. Чего легче? Мечтают об этом, о том, чтобы так легко давали знания представители других фундаментальных естественно научных дисциплин. Так вот, это как управляет власть через средства массовой информации, через журналистику, обществу. Причем иногда и в пользу для общества, понятное дело. Но обманывая его, обманывая или манипулируя во всяком случае. А как общество управляет через властью через средства массовой информации? Это очень интересно и это очень специфично. тоже нужно понять почему. Почему институт СМИ так важен для общества, несмотря на все проблемы, которые на сей счет существуют? В частности и ту проблема, что через аджин институт власть управляет обществом. Какие есть возможности у так называемого простого человека повлиять на поведение власти? Какие возможности? вам сколько лет? 17 16 годы. Не надо хвастаться своим. Это быстро проходит. В принципе вы должны знать ответ на этот вопрос, хотя не вступили в возраст голосования. 4 декабря будут выборы в Думу, в парламент. Как раз это законодательная власть. Итак, при нынешней системе управления, при нынешней системе политических режимов, сейчас существующих, общество может воздействовать на политику власти, на поведение власти, на кадровый состав власти, прежде всего голосование. Опять же, насколько там что искажается, в одних обществах одним образом, в другом, в другом, всюду искажается. В США в 80% избирательных округов заранее известно, кто победят, республиканцы или демократы. Так составлены очертания этих округов, что там всегда будут побеждать эти партии, либо одна, либо другая. И борьба идет за 20% голосов в остальных избирательных округах, где вот это еще не сложилось. Американская избирательная система очень конъюнктурна, очень изощрена при всем внешнем демократизме, особенно, когда это демонстрируется с экрана телевизора, как президент, с простыми фермерами, пьет чай, молоко, кофе или ест Big Magy. Как правило, это он делает. В тех округах все предопределено, чтобы поддерживать бодрость духа этих людей, но он знает, что. Но главное усилие делает в красноте 20%. Именно там пьют основное молоко, виски или Big Magy едят, потому что там-то еще американская система выкраивания округов под определенную партию, легально там существующая, легально, это не нарушение закона, она еще до этих округов не дошла. У нас это делается несколько иначе, но это мы отбросим. Чем хороши выборы президентские, например, когда они прямые? Тем, что голосуешь за одного, за другого, за третьего. Все сложили голоса и выбрали того, за кого проголосовало большинство. А чем плохи выборы как таковые? Глав, вот без относительной манипуляции. Главный недостаток выборов, кто можешь назвать? Включите здравый смысл. У вас то, что никто не ходил? Нет, ну как, если бы никто не ходил, они вообще не стоят. нет, не это. Институт выборов. Можно ходить, можно не ходить, вот тем не менее, нет, не это. Молодежь молодежит. Да нет, молодежь. Вы голосовали с других и выбираете совершенно другую политику? Ну да, там есть умаление прав меньшинства, но, извините, во-первых, не может быть ничего в этом смысле идеального. поэтому выбор какой-то нужно делать. Как делать президентом того, за кого проголосовало меньшинство для красоты картинки, а тогда, что будет умаление прав большинства. в этой связи возникли новые теории демократии, это очень интересно, мы их в ходе наших лекций даже, наверное, обсудим в определенный момент, но сейчас я на это прикаться не буду, нет, не будем затягивать. Выборы прямые происходят раз в четыре года, а сейчас у нас срок легистраторной президентской увеличен до шести лет, президенту будем выбирать раз в шесть лет, а состав Думы, если не брать в неочередные раз в пять лет парламента, то есть вы сделали неправильный выбор, вы или целое население, но пять лет вы должны терпеть, ну если только вы не хотите революцию поднять, бунт, это все такое, да что все-таки нечасто доходит. А в чем преимущество средств массовой информации? Колоссальные преимущества по отношению к выборам. Каждый день можно ругать президента, премьер-министра, в одних обществах более смело открыто, в других министра, но каждый день, более-то каждый час, сейчас, вот когда были только газеты, каждый день, когда появилось радио, уже каждый час, когда телевидение и интернет, то постоянно можно. Вот тут я обращаю внимание, этому посвящены несколько абзацев в данной лекции, обращаю ваше внимание, вы вот вчитайтесь в это, это очень важный, важный момент, который чаще всего игнорируют как раз те, кто, и перед вами будут выступать такие люди, я приглашаю сюда людей, даже и журналистской корпорации, и стадионной корпорации, разных воззрений, одни вам будут говорить, что свобода слова это свобода печали, и все, и пусть рухнет весь мир, ну, правда, часть говорит, ну, кроме моего дома, тут, конечно, мой-то дом пусть останется, но это отдельная история, вот, вот эту проблему часть все игнорирует, и так, если институт средств массовой информации, журналистики, вот эта печать, это четвертая власть, да, и в этом смысле равна вот всем остальным, должна их уравновешивать, то тогда получается, сегодня мы избрали, мы всенародным голосованием на честных выборах, там все, наблюдатели были, ну, никаких особых, нет, избрали президента нового, он нам казался таким хорошим, так красиво говорил, ну, и что-то еще, а он начал плохо работать, ну, всем видно, что он начал плохо работать, и пресса об этом сообщает, она его критикует, и все согласны, что должно наступить, тогда его должны снять, но его же не снимают, ну, если нет каких-то критических ситуаций, он свои эти 4 года или 5 лет дорабатывает, вот Обама сейчас все недовольны, из Афганистана войска не выиграл, не вывел, из Ирана не вывел, сейчас очередное, там, это самое, очередная депрессия и стагнация, ну, чего там только нет, вот рейтинг упал, уже он сам там фактически говорит, что скорее всего не изберусь, за последнее время впервые президент, действующий президент так рано объявил, что он выставляет свою кандидатуру на второй срок, то есть всегда и так предполагалось, как правило, делался там в последний момент по американским стандартам, а тут он за полтора года объявил о том, понятно, потому что недостаточно популярности, ну, все, но он же остается, несмотря на недовольство значительной части американских избирателей и возможно их уже большинство по отношению к Аббару, он все равно остается президентом США, но тут тоже такой здравый смысл, не только политический, пресса, может, она и права, мы же не можем каждый месяц менять президентов, от того, что 10 умных журналистов и честных написали, что это президент кретин, это неудачный политик, он ведет страну, вы можете представить страну, в которой, в пропасть, вы можете представить себе страну, где каждый под влиянием прессы, который все правильно пишет, каждый месяц меняют президентов, раз в неделю меняют министров, потому что все они работают достаточно плохо, в частности в нашей стране, и это легко можно доказать, ну, во-первых, конечно, не все, что пишет пресса правильно, но я вам саму схему рисую, обращаю вот как раз ваше внимание, что в этой лекции у меня есть такое утверждение, в данном случае для краткости я вам просто зачитаю, для того, чтобы с помощью прессы каждый день не совершались государственные перевороты, или по крайней мере избранные народом властители не теряли свободу действий, политическая система и гражданская общество достигли естественным путем негласного консенсуса относительно двух вещей, сейчас скажу относительно каких, а так понятно, ведь пресса может быть подкуплена, может быть заговор против этого президента, может он хороший президент, но сумма средств массовой информации будет утверждать, что он плохой, народ читает средств массовой информации эти газеты и говорит, да он плохой, давайте его сместим, и тут может даже забота определенной политической и тайной механизмы, что часто бывает, но это невозможно жить в таком обществе, тогда постоянно будут плохих менять на хороших, на лучших, на еще более лучших, тогда вообще зачем эта система избирательная, давайте тогда кого хвалят по телевизору журналисты, того и будем назначать, вот рейтинги будем по рейтингам поделять, кого хвалили в этом месяце, ругали президента в этом месяце, ныне действующего, знаешь, его снимаем, а кого хвалили, говорят, что он лучший президент, такого-то, давайте его поставим, через месяц опять посмотрим, что писали журналисты, абсурд, хотя как демократизм, журналисты же все честные, они отражают в Окс Попполе, глаз народа, защищают интересы народа, неподкупные, ну не наши, допустим, американские, ну почему же предварительной американской прессы не происходит, почему Обама до сих пор власти, хотя его критикуют большая часть, ну точно вся республиканская печать, все республиканские средства массовой информации и уже значительная часть демократических, но он же остается у власти, почему же американская демократическая система, там первая поправка существует, где вообще не трогают все, что человек хочет сказать, он имеет право сказать, а СМИ напечатать, нигде нет сильнее защита теоретически для свободы печати, чем вот в Америке, в этой первой поправке к американской конституции, но почему-то они не меняют президента в под влиянии им прессы каждый раз, более того, когда совсем уж скандальная история произошла с господином Клинтоном, вы это помните, надеюсь, историю, ну хотя бы через имя Моника, вам это должно быть известно, всех это интересовало, но все было доказано, и дело, конечно, не в том, что были некие выходящие за пределы приличий отношения женатого президента Клинтона со стажеркой, работающей в аппарате Белого дома, его же не за это импичменту пытались подвергнуть, а за то, что он лгал под присягой за адюльтер нет импичмента, он может быть моральный, а потом что-то за то, что он лгал под присягой, он отрицал то, что была эта связь, потом был долгий спор, что есть секс, это на всю Америку, на всю Америку свободное американское телевидение в прямом эфире показывало заседание сенатской комиссии, где Клинтон говорил, что это не секс, а это секс. Само по себе смешно, когда взрослые люди отрицают очевидные вещи, но это происходило. Потом он признал, что все-таки это был секс, полусекс, ну секс. А до того отрицал сам факт этого, а был под присягой. Вот за это его должны были подвергнуть импичменту. То есть смотрите, бесспорно, в этом случае свободное, независимое, каждодневно это расходилось по всему миру, печаталось в наших газетах стенограмм этих заседаний, все было в прямом эфире. Свободное, независимое американское пресса. В данном конкретном случае, в отличие от событий начала войны против Ирака, в отличие от когда обманывали, просто обманывали весь земной шар свое собственное население, то же самое вот по Ливии, тут она работала безукоризненно. Все показывало, вся правда рассказывалось, все было доказано. Что произошло потом? Почему не было импичмента Клинтону? Все основания для этого были. И почему он не случился, и американская пресса на этом не настаивала? Ведь она показала, что все это неправда всему миру, что Клинтон лгал под присягой. она доказала, доказали другие, но вот показывала все это она. Потому что американский правящий класс решил, что национальным интересам США будет нанесен больший ущерб импичментам данному президенту в данный момент, чем оставить его на конец срока, на остаток срока в этой должности. И все замолчали сразу. Почему? Потому что руководители и владельцы СМИ тоже входит в правящий класс. Это была элитная договоренность. А по этой теории, когда пресса всегда права, особенно когда она права, в принципе, Клинтона должны были бы сместить. Но американский правящий класс посчитал, что это навредит американскому государству, что это вызывает хаос политический в стране. И Клинтон не был в тот момент смещен. Хотя все было доказано. Это такой пример очень яркий, известный, но очень показательный. Но ведь аналогичные коллизии, меньше масштаба случаются каждый день. И в принципе после статьи каждого журналиста, где описывается грех довольного губернатора, губернатора надо менять. Но не может государство да и общество себе это позволить. Наступит хаос. Итак, вот результаты всего того, чтобы не совершались эти государственные перевороты, потому что все-таки выбор это сильнее, легитимнее для политического выбора, чем статьи журналистов. Но тогда и нужно поставить. Первая власть должна быть власть средствами массовой информации, а уже там законодательная через выборы, это уже вторая и так далее. Так вот, власть, консенсус достигнут, что власть может игнорировать мнение прессы, то есть слушать, но делать что-то свое. И власть второе может в рамках определенных процедур чаще всего иногда и без них влиять на прессу и даже управлять обществом через СМИ. И так одновременно вот эти функции исполняют управление обществом, часто путают через одного этого журналиста и влияние на корректировки обществом поведения власти. И очень важная функция воспитательная функция социализации, о которой я уже упоминал, о ней неизбежно будем говорить дальше в некоторых аспектах подробнее, но здесь что вы прежде всего должны понять и воспринять. В принципе, вы дети, увы, но вы дети с массовой информацией. Не ваших родителей, не школы, даже не улицы, но если только кто не провел на улице все свое босоногое и небосоногое детство. Традиционно существовали до возникновения СМИ в современном их масштабе существовали несколько систем, которые из маленького неразумного человека существа человекоподобного делали человека как общественное животное. Это называется социализация. Это, конечно, семья, понятное дело, там все начиналось. Это, конечно, института религии. Все были так иначе включены в религиозную жизнь, кто там во что верил, насколько искренне и в Иисуса Христа или там в духов одноверно иногда и ночью она купала языческий праздник и вполне порядочные прихожане местной церкви раздеваются до гола и там прыгают через косты, танцуют, поют, плавают и все такое прочее. Мы сейчас не разбираем религии, института религии церкви. Через него в первую очередь фиксировались моральные традиции переносились, потому что всякая семья, если там по Толстому, а девочки выливаются просто мне мешаете в этом что-то, если вам холодно, ну выйдите, разомнитесь, попрыгайте там, потом вернетесь. Итак, перефразирую Толстого в данном случае, это очень такой универсальный афоризм. Все церкви классические там религия морально одинаково, все семьи аморально по-разному. В каждом есть некое отступление, в каждом техе есть некое отступление от морали. Церковь, религия данная держит догматику моральную, императивы моральные, они же там христианские заповеди основные, они же там нагорные проповеди, ну и так далее, можно все перечислять. То есть вот тут узнавали, что нельзя убивать людей. Можно дараться, но там убивать нельзя. Дараться тоже нехорошо, но много бывает. Итак, семья, церковь, школа, система образования с тех пор, как она возникла. В какой-то момент школа и религия были в одном церкви сосредоточены, система образования, ну и жизнь как таковая. Если в семье раньше родители при детях не выражались матерными словами, то дети узнавали эти слова на улице, не в церкви, не в школе, ну не в семье, а на улице, да, вот такая обычная жизнь. Я думаю, вряд ли вы отфиксировали в своем сознании, когда вы и где вы узнали эти слова, но я предполагаю, что значительная часть из вас узнала эти слова из телевизора. Вот чего раньше абсолютно не могло быть. То есть журналистика раньше не могла учить детей этому, даже не специально, а сейчас такое ощущение, что она иногда специально учит. Это опять же такой утрированной, такой низкого уровня, но очень характерный пример. Я утверждаю, для этого собственно и так ясно, и многие это утверждают, просто я это особо фиксирую, что ныне социализация молодежи по политической линии, по вот этой моральной линии, по вообще стилю одежды, стилю одежды раньше он безусловно переходил, родители научали детей вот как нужно одеваться. Сейчас нет, потому что дети ориентируются только на телевизор, ну уж никак не на то, что там думают по этому поводу родители. Вот этому всему, в том числе до самых высоких вещей через телевизор, в первую очередь через телевизор происходит социализация молодого поколения. То есть фактически воспитание, вы представляете какое колоссальное значение? То есть церковь может учить одному, что и происходит, семья примерно тому же, что и происходит. В школе учителя продолжаете бубнить все, что там красить нехорошо, исписывать нехорошо, а колодцы пить, курить плохо, а потом вы смотрите один телевизионный сериал, где даже впрямую не говорится, что колоть, курица, пить и не учить уроки, и издеваться над учителями это хорошо, там этого не говорится, там просто показывается, что это делается, или якобы делается, симпатичными молодыми актерами, которые вот так легко и естественно это делают. И на следующий день все эти три гигантских, с гигантскими традициями, с гигантской историей института, с тысячелетней историей института, семьи, образования и религия падают, как ничтожные, перед этим телевизионным ящиком. Потому что ребенок начинает вести себя так, как подписал ящик. Вот осозна... Теперь перекиньте это на себя. Забудьте, что вы дети. Вот те, у вас научил телевизор. В том числе, видимо, и неприличным словам, как я уже утверждал. Забудьте об этом. Вспомните о том, что через 4 года вы сами будете в телевизоре. Чему вы будете учить тех вот, в том числе и ваших детей? Ну, сказать, ну, надо деньги зарабатывать. Ну, нам так начальник приказал. Ну, такова жизнь. Ну, и так далее. Все, что сейчас говорят, да? Вот сейчас, пока у вас еще есть время, не делать этот выбор профессиональный и моральный, а просто об этом подумать. Представьте, что через 4 года все, кто придет на телевидение, будут заниматься тем же самым. Вот то, что он скажет в эфире, в том числе неправильно по-русски, как сейчас все говорят. И сколько им не объясняем обыкновенных разговорах, что 3 мушкетера, но 7 смелых. И не может быть трое мушкетеров. 3 мушкетера, 2 капитана, но 7 смелых, но трое в лодке, не считая собаки. А если бы было нельзя, трое джентльменов в лодке, не считая собаки. 3 джентльмена в лодке, не считая собаки. Это же все так очевидно. Это даже отражено, тут даже не нужно учить правила. Это просто в самых известных литературных произведениях, которые все должны были давно уже прочитать, отфиксированы эти нормы. Два капитана, а не двое капитанов. Ну, говорят-то, двое капитанов с экрана телевизора. Постоянно. Все больше и больше. Я, говорит, недавно услышал, девятеро жигулей. То есть, это вообще скоро будет, скоро будут, пятнадцатеро человек. Вот сейчас в эту сторону идет. Это делает телевизор. Кто, когда это начал, неизвестно. Сначала эта инфекция распространилась по этим телевизионным журналистам и ведущим каким-то образом. И теперь все общество так начинает говорить. Я не знаю, какие диктанты вы уже начали писать по русскому языку сейчас, но я прекрасно понимаю, что даже преподаватель русского языка, он в неком затруднении. С одной стороны, я бы был, есть норма такая-то, и по этой норме вы делаете ошибку. Но он же слышит, что с экрана телевизора постоянно говорят неправильно, и никто это не запрещает. И вы не можете это не сказать. Ваши уши входят в сознание, в подсознание. Преподаватель русского языка себя правдой тем, что так развивается язык, ничего здесь не поделаешь. Но, правда, я не знаю, какие они вам оценки будут ставить. Все-таки, исходя из телевизионных норм, но не существующих, и так, естественно, развивается язык. И исходя все-таки из правил русского языка. Потому что в одном случае нужно ставить двойку, а в другом случае пятерку. согласитесь, это несколько взаимоисключающие понятия. Это не так, что там четверка с минусом. Вот либо двойку, либо пятерку. Но так же говорят, повторяю, все. Пятеро нападающих вместо пять нападающих, ну и так далее, о том, о чем я говорил. Вот колоссальнейшая мощь этого института. Почему? Потому что Библию тебя то ли прочитают, то ли не прочитают. Книга толстая, мудреная, не сразу поймешь. А в церковь сходить нужно дойти еще, дойдешь, не дойдешь, хочешь, не хочешь, тебя-то не заставляют. Родители. То ли они тебя учат хорошие книжки читать и читают тебе их, то ли не учат, то ли они работают целый день им не до тебя. Для того, чтобы тебя же, ребенка, прокормить. Не только для того, чтобы свои нужды удовлетворить. То ли они пьют. В школе, школа деморализована, учителя сами боятся теперь школьников. Насмотревшись телевизора, естественно, они их боятся, помимо там реальных проблем. А тут, дома, где ты проводишь большую часть времени, так или иначе, телевизор включен всегда. Он всегда работает. Слушаешь, что его не слушаешь, он всегда тебе это говорит. Все. священник, учитель и родитель ничто в сравнении с тем, что вы получаете в свои руки. Осознайте свою ответственность. Вы будете исполнять эту функцию. Вы не можете сказать, я сейчас завершаю, к сожалению, потому что, к сожалению, тут еще нужно кое-какие важные вещи сказать относительно этой темы. Мы совсем не коснулись двух вот этих функций, историографической, дополнительной и развлекательной. Обязательно об этом нужно сказать, поэтому я вернусь к этому через неделю, когда мы с вами еще встретимся. Но сейчас, и это будет тема вот этой же лекции, продолжение, по крайней мере, некий аппендикс, некий кусочек. Просто предлагаю в завершении понять, осознать, хотя бы на некоторое время, чтобы это было в вашей голове, потом там осело, потом актуализируется. Какая гигантская ответственность на вас сложится. Никто из вас не сможет сказать, как говорит некто, я работаю в журналистике, но я этим не занимаюсь. Это вот они вокруг занимаются, а я, если ты работаешь в газете и пишешь правильные статьи с правильными русскими словами, а вокруг все остальные, или на телевидении говоришь, а все остальные говорят неправильно, твою правоту никто не замечает. ты в этой системе все равно, вот если ты заставишь всех остальных говорить правильно, тогда это получше, но ты же этого не делаешь, у тебя нет сил, средств, возможностей, командной высоты недостаточно. Если все вокруг тебя матерятся с экрана телевизора, а ты один выходишь и говоришь только пристойными словами, это не значит, что ты в этом не участвуешь. Пусть пассивно, система работает, то же самое управление обществом, манипуляции, если бы кто-то из журналистов на время предрубанных компаний, которые по умолчанию являются периодом самого грязного проявления журналистики, если бы кто-то из журналистов в это время уходил в отпуск, это бы, что засекли, а? Какое это самое частюля? Значит, мы тут деньги получаешь такие же, вот когда грязная работа, он в отпуск, а мы работаем, да, а когда вот олимпийские игры, то он приходит, он начинает рассуждать о политике, его просто выжмут из этого, такого не может быть, ты в системе находишься, в этой крутишься, ответственность лежит, пусть малые на тебе, а в конечном итоге тебе при встрече простые читатели, они что будут разбираться, там, известный ты или журналист неизвестный, скажешь, я с такого-то канала, вот с камеры и микрофон сунешь, а он вспомнит, что недавно его, его народ, там, его город и что-то оскорбили, обматерил, какой-нибудь идиот с какого-то канала, который материт и ругает все подряд, потому что из-за этого его чаще показывают по телевизору, чем других, такие еще есть примеры, и он даст в глаз не тому, который там, потому что его жизненно, а он даст в глаз тебе, журналисту, с того же канала, может даже не с того, так что от этой ответственности не избежишь, но для начала нужно понимать, что эти функции журналистики реально существуют, они исполняются этим институтом и будут исполниться всеми, кто в этой системе работает, увильнуть от этого нельзя, а вот как выполнять эти функции, чтобы у тебя не возникало моральных проблем, чтобы ты не переступал через себя, чтобы ты был действительно на пользу общества, а как эту пользу ты понимаешь, а сосед по студии понимает пользу обцу прямо противоположно, одни говорят надо нам вступить в НАТО и убеждают, а другие говорят ни в коем случае, НАТО на шаг, туда не надо вступать, два журналистов в одной редакции, а какая точка зрения пойдет в эфир? Следовательно, если ты кричу против НАТО, а идет точка зрения чаще на данном канале, что надо вступить, ну ты либо увольняйся с данного канала, вот единственная возможность, либо души потихоньку тех, кто говорит это в твоей редакции, если ты будешь их душить, то ты окажешься за решеткой еще раньше, чем Россия вступит в НАТО. это вот реальный выбор, опять же, в внутреннем примере, вот единственное, что нельзя прийти в эту систему и сказать, а я тут самый чистый, я тут пару книг прочитал, мне, кстати, Татяков все проблемы объяснил, вот реальные, и я знаю, как их избежать, вот так не удастся, сидеть, зная, как избежать, приходится перепрыгивать через эти барьеры, головой стукаться в них, отходить назад, в сторону, а чаще всего, пока ты работаешь в этой структуре, делай все то, что делает она в целом, пока ты не нашел альтернативу, альтернатива, она примерно такая же, потому что, ну, об этом поговорим отдельно. Все.